Эффект Галунова «Дурь полезла из всех щелей». Общество, закон и правосудие 20 июня 1854. Эффект Галунова «Дурь полезла из всех щелей» в России развернулась компания преследования полицейских за подбросы наркотиков. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 6041. Фото. Артем Каратаев. ТАСС. Материал комментируют. Анатолий Баранов. Михаил Пашкин. В Москве после допроса Следственным комитетом по подозрению в подбросе амфетамина задержан бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД Раменская подполковник полиции Дмитрий Панкратов. Как сообщает коммерсант, Следственный комитет подозревает полицейского в организации преступной группы, которая в 2017 году сфабриковала уголовное дело против жителя подмосковного поселка Ролева Александра Нестеренька. Следствие планирует обратиться в суд за санкции на арест Панкратова. Ранее в ходе расследования были арестованы трое бывших починенных Панкратова, в том числе, его заместитель. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств по уголовному делу, а экс-главе антинаркотического подразделения Раменского инкриминирует еще и хранение наркотиков. Подполковник вину не признает, а вот двое бывших оперативников пошли на сотрудничество со следствием. Читайте также. Москва, кефир на грани второй свежести пойдет в больницы, хосписы больных, стариков и детей хотят кормить продуктами с истекающим сроком годности. Издание сообщает, что полицейские попали под следствием после того, как в июне 2018 года судья Раменского горсуда вернул в прокуратуру уголовное дело против 25-летнего сантехника Александра Нестеренко, которому была подброшена доза амфетамина. Нестеренко был задержан 27 февраля 2017 года оперативниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Молодого человека били толстой книгой по голове, рукам и почкам, требуя, чтобы он позвонил знакомым и предложил купить наркотики. Ему обещали, что покупателя наркотика задержат, а его отпустят. На отказ Нестеренко Панкратов заявил ему, если ты решил играть в пионера, будешь сидеть сам. После этого полицейские нашли у него купюру в 5000 рублей и оформили ее как выручку от якобы проданного 0,91 грамма амфетамина. Сам Нестеренко категорически отрицал вину в наркоторговле. Все это не помешало полицейским предъявить ему обвинение в сбыте наркотиков в значительном размере. Ч. 3 статья. 228.1 УК РФ, до 15 лет колонии, и отправить его дело в суд. Сотрудники СКР пришли к выводу, что все основные доказательства вины задержанного были фальсифицированы полицейскими, в том числе, документы о якобы проведенных ими оперативно-розыскных мероприятиях, включая протокол досмотра лица, выступающего в качестве покупателя, протокол по метке и выдаче денежных средств и т. Д. Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин абсолютно не удивляется произошедшему. Здесь нужны жесткие меры. А главное менять процедуру, то есть. Все должно быть доказано с помощью видеофиксации. С самого начала задержания должна идти видео и аудиозапись. Если человек кричит, что вы там мне в задний карман кладите, сразу камера на этот задний карман. Причем, съемка должна вестись с двух сторон. И тогда уже, когда вынут из кармана Павел Грудинин, анатомия расправы по материалам писем депутатов Госдумы, президенту и генпрокурору. Современная полиция не умеет собирать доказательства, а то и просто ленится, считает главный редактор портала Форум. МСК Анатолий Баранов. Зачем, если можно легко сфабриковать дело? При этом в существовании огромного спроса на наркотики в стране, и как следствие разветвленной наркомафии, нет никаких сомнений. Однако мы слышим только о подбросах и ловле всякой мелочевки. Я так много слышу о подбросе наркотиков, что даже если лишь 10% этого правда, то можно говорить о системном явлении. И, разумеется, наркомафия это никак не мешает. То есть люди пачками садятся за наркотики. Это одно из самых распространенных преступлений, а наркоторговля только ширится, охватывая все большие слои населения. Вот только недавно дали срок 56-летнему члену территориальной избирательной комиссии от КПРФ якобы оказался в свободное от работы время мелким наркоборыгой. Либо надо признать, что торговля дури и стала всенародным бизнесом, в котором участвуют и стар, и млад. Либо предположить, что с человеком свели щиты, подкинув наркотики. Кстати, прокурор просил условно, а судья дала реальный срок. СП. Как понимать арест Панкратова? Взялись за дело, или это расправа с неугодными сотрудниками? Ясно, что показательный арест подполковника наркополиции связан с общественным резонансом после дела Голынова. Самое интересное, я вполне допускаю виновность Панкратова ввиду общей распространенности и фальсификации доказательств в этой среде. В то же время мы наблюдаем явное показательное дело подбрасывают многие, а сядут один, двое, трое. СП. Приведет ли, по-вашему, вся эта история к реальной декриминализации? 228 статьи, и как это отразится на ситуации с наркопреступностью в России? К декриминализации статьи, может, и приведет, но против будет, как ни странно, наркомафия зачем же им снижение цен на наркотики и уменьшение прибыли? А то, что садится какая-то молочевка, боссов мафии вообще не волнует, разумеется. Это все издержки, причем небольшие. Вообще меня давно не оставляет вопрос, почему при всеобщей распространенности наркотиков, при очевидном существовании наркомафии, причем очень масштабной, мы не видим посадок настоящих боссов. Максимум какие-то цыганские бароны. Ведь обороты колоссальны, пожалуй, побольше, чем в оружейном бизнесе. Может ли такое пройти мимо государства? И если государство с этим никак не борется, то следует предположить, что оно с наркомафией успешно взаимодействует. Или, говоря на их жаргоне, крышует, но не наркомафию, а низовой личный состав. Отсюда и вопрос про статью 228 значит, боссам наркомафии вполне по силам влиять на законодательный процесс в стране. Не исключено, что этих боссов мы регулярно видим по телевизору, читаем об их делах, избираем в различные органы государственной власти. Но почему о британском королевском доме пишут как об открытом крышевателе наркоторговли, почему высшие руководители ряда постсоветских государств публично замешаны в наркобизнесе, а у нас все по-другому. СП, почему только сейчас эта тема вышла на поверхность? Почему до Голунова об этом молчали? Во-первых, не молчали. Я с покойным ныне Антоном Суриковым опубликовал доклад одной из спецслужб по масштабной наркоторговле еще в 1994 году в газете «Правда». Одним из тех, кто помогал с этой публикацией, был будущий председатель Государственной думы Геннадий Селезнев. Так что говорить, будто руководство страны пребывает в полном неведении, нельзя. Другое дело, что потом все мы подверглись весьма жесткому давлению, и отнюдь не наркомафии, один из руководителей постсоветского государства даже жаловался Селезневу на нас на парламентской ассамблее. Во-вторых, громкие дела, связанные с наркоторговлей, периодически выплывали в публичном пространстве. Почему потом это все гасилось, и какова в этом роль верхов, вопрос дискуссионный. И, в-третьих, дело Галунова с этой точки зрения является абсолютно банальным. Я не исключаю, что этот скандал связан с попытками изменить распределение власти наверху, и это дело используется просто как таран. Скажем, надо подвинуть кого-то, напрямую связанного с получением сверхприбыли от торговли наркотиками, но обвинить впрямую такую видную персону не представляется возможным. Но во внутриэлитных разборках этот фактор свою роль сыграет. Я могу сказать вполне уверенно, что если сегодня вдруг раскроется вся сеть наркомафии в РФ, то это станет шоком для общества и угрозой для дальнейшего существования такого государства. Читайте также. Новая пенсионная реформа, на наши счеты положили глаз эффективные менеджеры госкорпорации Растех, Роснана, Росатом очень нуждаются в длинных деньгах НПФ. СП. Удастся ли точечными посадками утихомирить волн возмущения поведением сотрудников полиции по отношению к гражданам? Или только временно? Поскольку само возмущение строго дозированное и не очень-то сильное, думаю, вопрос с гражданами решат по обычной схеме. А вот внутриэлит может произойти серьезный переворот. СП, какие, по-вашему, реальные реформы в правоохранительных органах нужны? Большевики в свое время вообще устранили весь штат прежней полиции, жандармское управление, охранку и прочее. И стали создавать народную милицию на классовой основе. Это дало потрясающий результат. Но от нынешних властителей России таких резких движений, разумеется, ждать не приходится. Полумеры же с переименованием полицию или украинский опыт с созданием рядом со старой милицией хорошей полиции вряд ли дадут результат. То есть уже не дали сажают то у нас теперь хороших полицейских, а не плохих ментов. А посмотришь одни и те же люди. Власти закон, Путин отверг идею либерализации связанных с наркотиками статей ЮК Новости регионов. Маленькая чемодановка встала на дыбы, всполошив всю Россию. Субтитры создавал DimaTorzok